Повысить узнаваемость региона за счет местных товаропроизводителей – вот главная тема нынешнего обсуждения. Из-за большой конкуренции на продовольственном рынке многим производителям из нашего региона сложно тягаться с уже состоявшимися брендами. И чтобы встать вровень с конкурентами, им необходимо регистрировать наименование места происхождения товара. Каково различие между НМПТ и товарным знаком? Все мы знаем, что есть общеизвестные понятия «товарный знак». В чем заключается отличие между ним и НМПТ? Товарный знак тоже служит для индивидуализации товара юридических или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные объемы, другие наименования и комбинации. Но НМПТ, в отличие от товарного знака, указывает именно на место изготовления товара и всегда гарантирует наличие в товаре особых свойств. Все стадии производства такого товара должны быть в одном регионе, то есть мы видим жесткую привязку к территории производства, что может быть существенно содействовать местным производителям в продвижении их продукции. В свою очередь, товарный знак может быть не привязан к территории, он индивидуализирует товар конкретного производителя, в то время как НМПТ помогает продвигать на рынке целый пласт продукции конкретного региона. На мой взгляд, НМПТ – это идеальное средство рекламы, служащее интересам не только самых производителей, но и повышение узнавательства региона в целом. Кто получает преимущество от использования НМПТ? Использование НМПТ выгодно изготовить, поскольку он может влиять на продвижение товара на рынке и увеличение объема сбыта продукции, способствует сохранению и развитию производства. Что касается потребителей, то для них приобретение такого товара гарантирует, что он обладает теми свойствами, на которые потребитель рассчитывает. Кроме того, являясь наименованием географического объекта, НМПТ влияет на приобретение известности конкретной территории. То есть может стать своеобразным брендом или составляющим бренда этой территории и региона. Наличие исключительного права позволяет правообладателю защищать свои права на использование НМПТ и запрещать выпуск контрафактных товаров. Лица, которые не имеют свидетельства на право использования НМПТ, не имеют права его использовать для маркировки любого товара и могут быть признаны нарушителями закона. Но зачем это нужно Карачаево-Черкесии, как и другому субъекту? Ответов несколько. Создание и развитие продвижения НМПТ – это один из способов продвижения региона на внешних рынках, соседних или на мировых. Наименование места происхождения – это защита уникальных региональных товаров от возрастающей конкуренции на рынке продовольствия, а также способ увеличения его продаж. Зарегистрировано место происхождения товара позволит объединять разных товаропроизведителей одного региона под одним брендом и тем самым упрощать продвижение товара для каждого из участников. Ну что хотелось бы сказать. Всего в РФ на данный момент зарегистрировано 178 НМПТ. В среде зарегистрировано за последний год, хотелось бы обратить внимание на такие, как наши соседи зарегистрировали воду на Гудское, Старопольский край, Осетия, Нижний Кармадон, Башкерский Курай зарегистрирован, это духовой инструмент. Особо хотелось бы обратить ваше внимание на наших коллег из Астраханской области. Им удалось зарегистрировать Астраханскую воблу и верблюда, а соседи из Адыгеи в конце года зарегистрировали адыгейский чай. Вот эти вещи, например, чай горный, мы как бы и представляем, и подарки отсылаем, но зарегистрировать до сих пор как-то не догадались. Но я думаю, вот в этом плане надо двигаться. По инициативе Валентины Ивановны Матвенко в Думу внесен законопроект, позволяющий регистрировать в отношении товара так называемые географические указания. Но главное отличие между НМПТ и географическим указанием то, что чтобы облегчить регистрацию, дать полномочия региону давать заключение. И второе, упростить цикл. Если НМПТ обязательно должно быть полностью, все производство, все циклы привязаны быть к региону и в регионе это делается, здесь может быть дано какое-то право часть делать в регионе, часть где-то еще. Но по этому поводу как раз ведутся дискуссии, нужно ли это делать, как бы в результате могут, вот я был на... По этому поводу очень много было совещаний. Валентина Ивановна инициатор вообще как бы в последнее время вот того, чтобы регионы плотно занимались брендами. И несколько совещаний крупных было в Совете Федерации. Вот в процессе дискуссии были такие мнения. С одной стороны, конечно, это позволит привлечь инвестиции в регион, если известный бренд есть. Но с другой стороны, местные производители боятся, что эта конкуренция вызовет то, что товар все-таки будет производиться в других регионах. Поэтому закон сейчас находится на втором чтении. И по ходу его принятия будет понятно, в каком виде он выйдет. Ну, на сегодняшний день есть действующий закон о НМПТ. И я бы очень предложил активно вот в этом плане вместе с производителями поработать. Смягчение условий использования указаний может стимулировать широкую практику применения данного вида индивидуализации товаров для развития экономики, формирования туристической привлекательности и позиции регионов. Ну, как я уже сказал, задача основная из задач правительства и нас всех – это развитие экономики. Оно здесь соприкасается с конкретными задачами нашего любого товаропроизводителя. Поэтому я предложил бы вот каждому министерству… Есть четыре министерства, которые дают заключение. Это вот по линии вообще такие известные, скажем, минеральная вода, питьевая вода идет по заключению по линии Минздрава. А по мини-линии сельского хозяйства идут в основном все товары потребления. Вот те же там, что я сказал, там, вогла, верблюд, ну и плюсы, там, масло, ну и все остальное прочее идет по линии сельского хозяйства. Есть, идет по линии культуры художественного промысла, вот типа вот того, что Башкирия зарегистрировала недавно, духовой инструмент. Вот я бы обратил внимание, ну, на мое мнение, что у нас очень большое поле для регистрации брендов по воде, питьевой и минеральной. Вот я считаю, что после того, как зарегистрировали астраханцы, нам обязательно нужно зарегистрировать карачаевскую лошадь, карачаевскую барашку. Чаи, на примере Адыгеи, я думаю, мы должны обязательно форсировать. И, как бы, забрендировать его. Я здесь еще обратил внимание, вот, на лекарственные травы, да, у нас есть большая организация, которая занимается этим. Неплохо было бы, вот, бренд карачаевской черкесии в этом плане тоже сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова